Как мы мешаем себе быть счастливыми? Рецепт первый. Категоричность. Если вы посмотрите учебники по когнитивной психотерапии, то обнаружите, что самыми распространенными рациональными нашими установками является катастрофизация, абсолютизация. Когда мы вместо того, чтобы увидеть многообразие возможностей, ситуации и так далее, все рассматриваем как белое или черное. На самом деле в природе нет ни белого, ни черного, а белое, если мы посмотрим, вообще разлагается на огромное количество самых разных цветов. Поэтому первое, что нужно сделать для того, чтобы не оказаться у разбитого корыта, это перестать судить категорично, это увидеть хорошее в плохом и не пытаться это плохое распространить на весь мир, как будто бы это абсолютно для всех свойственно. Как мы мешаем себе быть счастливыми? Рецепт второй. Неоправданные, завышенные ожидания. На самом деле в мечтах нет ничего предусудительного. Мечтать можно и нужно. Но ожидание — это когда есть внутреннее требование к тому, чтобы все происходило так, как я хочу, так, как я жду, так, как мне нравится и так далее. Но мир не обязан соответствовать нашим ожиданиям, и в результате мы обязательно психологически травмируемся и чувствуем себя несчастными. Поэтому, возможно, имеет смысл где-то свои ожидания скорректировать и больше принимать жизнь такой, какая она есть, и наслаждаться счастьем, которое у вас появляется в тот момент, когда вы перестаете бороться с ветряными мельницами. Как мы мешаем себе быть счастливыми? Рецепт номер три. Живите на автомате и будете несчастны. На самом деле для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, нужно иметь больше каких-то жизненных переживаний и новых опытов. Когда вам все понятно, вы все знаете наперед, вы такая занудная просто старая телега скрипящая, то, конечно, вы будете чувствовать себя несчастными. В случае, если вы готовы к новизне, если вы готовы принимать что-то новое, различать что-то новое, получать удовольствие от того, что вы узнаете что-то новое, вы будете значительно более счастливы, чем если вы та старая скрипящая телега.